В Москву приехал актёр Кифер Сазерленд. В российской столице он представляет новый многосерийный фильм «Связь». Российская премьера по времени практически совпадает с мировой. В эфире Первого канала этот многообещающий проект появится в конце следующей недели. О своих впечатлениях, от последней своей актерской работы и от московских пейзажей Сазерленд рассказал нашему корреспонденту Галине Филоненко. Первый приезд в Москву, первая прогулка по Красной площади. Кифер Сазерленд, думал, смешается с толпой обычных туристов, но каждый его шаг под прицелом и объективом. Журналисты не отпускают ни на минуту, буквально оттесняют меховых шапок и матрёшек. На сувенирные шахматы голливудский актёр смотрит почти с детским восторгом. Игра – лучший способ отдохнуть после съёмок. Белые фигуры – это войско Александра Невского, знаменитого военачальника. Да, я знаю, Александр Невский. А чёрные – немецкие рыцари. Хотите сыграть? Ну, я хочу быть Александром Невским. Хорошо, поменяемся. Нет, давайте вы начнёте. Гроссмейстер в кино снимается интеллектуальным. Чудуковатый спецагент знаменитым «Твин Пикси» Дэвида Линча. Который час? Стань, две. Педантичный всезнающий Джон в нашумевшей меланхолии Ларса Фунтриера. Боишься? Нет, она такая, такая дружелюбная. Да, да. Работа с Ларсом отличается от всего, что я когда-либо делал в жизни. Говорят, он бывает жесток с актёрами, но на самом деле он верит в них, и поэтому выжимает из них всё, на что они способны. Я, кстати, съел вашу пешку. Через пару ходов выясняется, шахматы – самое безопасное увлечение Кифера Сайзерленда. После съёмок фильма о ковбоях так увлёкся Родео, что бросил на время Голливуд. Я и ещё трое ковбоев сели в грузовик и колесили по разным городам, участвовали в соревнованиях, диких лошадей укращали. А потом я опять вернулся в кино и понял, что очень соскучился по этому тоже порой сумасшедшему миру. В мир кино канадский актёр вернулся через американские сериалы. Несколько лет в проекте «24 часа» спасал мир, завоёвывая многочисленные телевизионные награды и любовь зрителей. И так устал от популярности своего героя, что обещал больше в сериалах не сниматься. Но новый сценарий изменил его мнение. Мне очень понравился мой герой в сериале «Связь». Отец-одиночка, который изо всех сил пытается установить контакт со своим сыном-аутистом. Но ребёнок не разговаривает и не проявляет никаких эмоций. Только всё время пишет какие-то странные числовые комбинации. И вскоре отец понимает, это не случайный набор цифр. 87, 1, 9, 20, 31, 11. Мистер Бом. Вчера вечером звонили все телефоны. На всех были эти цифры. Смотрите. Самый крупный в истории выигрыш в лотерею. Номер выигрышного билета, как он узнал. Драма о семейных отношениях и фантастическая история о взаимосвязи людей во всём мире. Ребёнок с особым даром, который видит, как влияют друг на друга события в жизни совершенно незнакомых людей. И любящий отец, который готов расшифровывать математические головоломки сына и помогать людям найти эту связь. Здравствуйте. Меня зовут Мартин Бом. Я знаю, это прозвучит странно, но нам с вами суждено друг друга найти. Последняя точка в маленьком московском путешествии. О том, что Кефер Сайзерланд играет в хоккей, знают не все. Но какой настоящий канадец не любит игру на льду? У нас приятная миссия. Передать подарок звезде кино от звезды хоккея. Это российская хоккейная форма. О, фантастика. С автографом Владислава Третьяка. Это наш... Да, я знаю, кто это, конечно. О, боже, это удивительно. Спасибо огромное. Галина Филоненко, Мария Емельянова, Сергей Мухин, Илья Марин, Павел Волконский. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова